Приветствую всех на Wall Street Online как всегда в 5200 рассмотрим основные фичерсные рынки и если желание на следующий обзор добавим несколько акций сбербанка спром если желанием поставьте палец вверх посмотрим важные уровни поддержки сопротивлением сегодня будет light sweet crew coil beer на моих который торгуется марка также будут затронуты евро фичерсный контракт на пару евро-доллар вместо индекса доллара и гол тсн пи и непосредственно начнем мы с событий которые нас ждут на следующей неделе на этой неделе одна из наверное ключевых событий это была фомка которая в среду неплохо шторманула так чуть-чуть и собственно господин трамп до своим заявлением что он как бы пока прекращает на время вот эту вот программу поддержки соответственно реакция была неимоверная и буквально на следующий же день сразу было отработано и отыграно это все падение ну и выше сегодня увидите чему это привело и так по событиям на следующей неделе в целом по экономическому календарю практически ничего кроме вот первичных заявок на получение безработицы в четверг и в непосредственно запасов сырой нефти тоже четверг ничего по а британия тоже по числу заявок на пособие по безработице это будет все 900 во вторник более важно это не экономические отчеты а ой события непосредственно квартальные отчеты компании которые начинают свою отчетность со следующей неделе и вот здесь я даже бы рекомендовал поставить упоминать уведомление о таких отчетах во вторник 13 октября начинает эту всю цепочку отчетов jb morgan city group и black rock это вторник 13 октября все отчеты до открытия сессии среда 14 октября страховщики united health капитализация почти как почти как у джи пи морган bank of america и банк америке вэлс фарго голлман сакс с банк корп пенсии financial и это все в среду целом paypal еще там капитализация тоже приличная транснефть и лмк уао тоже в четверг все отчеты до открытия сессии напомню то есть будет очень жарко в среду и во вторник на открытии американской сессии соответственно и так это как раз может дать драйвер роста либо же коррекции в зависимости того как отчитаются эти банки и страховые компании на всякий случай я хотел вот подготовил сейчас попробую вам продемонстрировать как ситуация за последние три месяца вот этот квартал который они будут учитываться непосредственно по кинвизу можно посмотреть как видит ну как за три месяца сейчас ситуация в джи пи морган плюс 5 процентов банков америка плюс 5 у сети групп минус 15 это за последние месяца и волоспарго около нуля в общем не все так радужно как все думали особенно вот exxon шеврон и british petroleum да за вот эти три месяца немножко так потеряли в весе если посмотреть на планету видишь минус 22 до а еще hsb си банк холдинс тоже прилично потерял петра чайна ну туда же в чем страдает не только америка и весь мир но еще и ее колонии и так еще маленькая такая информация после отчетов недавних по процентным ставкам следующая цепочка отчетов касаемо процентных ставок начнется 23 октября будет отчет центробанка российской федерации потом 28 моев вернее 29 сори евро центробанк отчет по процентной ставки вместе с японским банком и в 3 ноября как раз в день выборов сша будет отчет по австралии процентной ставки и 5 числа англия и федрезерв отчет по процентной ставкой то есть конец октября начало ноября просто насыщенные событиями период и это может быть еще одной ступенью либо замедление динамики либо очень сильного скачка и так продолжим начнем сель давайте мы сейчас откроем и так вы сейчас видите это поставка декабрьского контракта сейчас я выделю уровне непосредственно по текущей тенденции так обратите внимание на обороты ликвидность с каждым движением на цену 41 42 обороты потихонечку просили но это склейка ноябрьского контракта который к сожалению уже заканчивает свою активную часть и здесь уже будет целесообразно смотреть что происходит в следующем контракте и так достаточно быстро ушли с 37 на 41 и выше соответственно чем ближе холодный сезон это в принципе достаточно ожидаемое событие я вам хочу показать что происходит уже в декабрьском контракте то есть следующем и так открыт интерес здесь естественно потихоньку набирает обороты открывают позиции и вот приличным ну как активно почти всю неделю начинают даже 28 числа вы за все все открывают позиции и ликвидность еще нет в полной мере но весь этот период весь вот обратите внимание на то сколько дней подряд покупают падающую нефть с 41 до 3 с 8 обратили внимание и продолжают дальше покупать это на декабрьском контракте возьмите на заметку тут объемов еще не так много но уже есть по 60 тонн по 50 и вполне может быть что это очень дешево на данный момент поэтому слева вы видите опционные уровни которые видят и колонок гистограммных отображаются ну и соответственно вы можете видеть ближайшие такие мощные уровни 20 против 40 тонн потом есть еще уровень чуть ниже 25 против 11 несущественно ближайшие тут прямо у селеров 21 700 22 593 но в общем опционные уровни есть свой шарм давайте выделим на декабрьском контракте сейчас уровне поддержки сопротивления также здесь стоит обратить внимание на очень агрессивный коридор 38 по 38 7 это за счет 1 октября плюс отсюда очень быстро ушли с начала недели и потом еще у нас закрепился уровень 6 7 число вот здесь есть небольшой уровень поддержки и непосредственно ты самые ближайшие это вот то что пятница не может никак осилить это 40 95 41 1 но это декабрьский подчеркнул вы может еще торгуете на ноябрьском это пока на будущее чтобы увидели что здесь реально то лица байры с 28 числа то может из 25 но активно вот зашли 1 октября вы здесь хорошенько разместились потом было также 2 октября и 8 прилично вот здесь набросали так открытие закрытие кпд высокая также как и у 5 октября и высокая кпд у первого тоже но в общем пока цена очень смущает всех 41 5 но я думаю вопрос времени что пятница в принципе торгуется охоте в узком коридоре но итогово пока еще на 195 контрактов перевес на стороне покупателей значит поддержка промежуточная 42 и 35 и можно в принципе весь коридор взять 40 75 по 41 включительно это вот плотный коридор поддержек на новом контракте и 38 387 это на декабрьском красот с чего это все началось давайте вернемся на ноябрьский с ним попрощаемся дальше по этому контракту активному который более ликви не но идет снижение ликвидности само собой вот так сейчас ситуация по дисбалансу 15 5 числа естественно это было все абсолютно не повлияло на динамику 1 октября потом 29 октября 4 тонна 6 тонн и перевес 1 октября и продолжается кроме вот этой сессии вот 7 8 правда уже небольшие обороты значит процентный перевес 9 с половиной потом 17 13 и 17 то есть но вот этот по уровням поддержки обратить внимание вот эти последние два дня очень приглянулась 40 6 540 85 принципе тот же уровень только там до 40 11 75 или 40 85 на декабрьском тоже очень с покупками были уровнем потом с 39 239 непосредственно вот эти три сессии но плюс еще 21 и уровень также поддержки неплохой я бы точно его взял на заметку вот этот здесь 1700 контрактов в три дня здесь оставили след и плотный вот общий коридор в 39 6 37 вот такие в общем уровнем поддержки на сель и вполне может быть что вот эта активность продолжится вектор то есть спрос на нефтересурсы на газ ресурс обогрев ну и так далее это все сейчас очень актуально поэтому возьмем эту заметку так есть активные байеры и я вам хотел показать вот какой тикер особенно давайте так вобью ручную натуральный газ на на макс который торгуется то что еще может казаться сомнительным либо вызывать небольшие вопросы сомнения это на нефти да то есть там еще ситуация вроде как бы не не очевидно но покупки идут уже вторую неделю это принципе могут сбросить перед важным событием отчетами на следующей неделе или думаю даже вот уже к третьему ноября то всех скинуть перед ростом зимой вот но на котировочки натуральный газ вот у нас получается дневной таймфрейм здесь подтверждается активность на покупку правда здесь уже так отчетливо видно с 4 числа 4 число давайте посмотрим по ликвидности склейку а именно обратить внимание на 23 0 9 число то есть торговался газ 22 числа около 2 баксов даже чуть меньше ссоре 185 23 числа он уже торгуется намного выше в районе двух с половиной двух и семь и соответственно вот весь октябрь вот весь октябрь это просто коррекция но закрытие этого гопа как бы вот и это склеечка сейчас мы посмотрим следующий контракт декабрьский уже поближе гриме так и перейдем на фишечный контракт пару евро-доллар открывает позицию это у нас давайте посмотрим вот последние дни вот 2 октября все на покупку выбор за вами принимайте решение самостоятельно взвесьте все и так пишешь на контракт на пару евро-доллар у нас уровне прям вот сейчас вот с огня до с пылу жару как говорится подгрузим сейчас котировочку ой ссоре один нолик надо было еще оставить есть итак обороты вот начался новый контракт час немножко склейку добавим и немножко просили объемы вполне предсказуемо перед важным событием а 3 ноября события в исторической можно активность участников спекулянтов инвесторов арбитражеров хеджеров всех немножко становится меньше как минимум все в ожидании что произойдет вот такая у нас активность на еврике заняли коридора 175 по 185 то есть это пласт самых объемных сделок общих ну то есть общий объем по этому коридору с наиболее ликвидное и обратить внимание что весь этот коридор ядра суммарно тут принципе в больше перевес за за байерами то есть вот дисбаланс давайте проверю какая тут настройка когда это все все верно вот эта неделька очень просили обороты то есть даже в сравнении со стандартными ну вот которые торгуются в основном и идут вроде как под линеечку как будто так и нужно особенно обратить внимание 20 сентября и до 28 сентября вплоть после вот этого сброса ну 29 еще три дня до 4 октября тоже покупки из этого уровня пока вот удерживаются выше то есть вот этот пласт который они разместили 3 до 3 до 3 октября 2 соль 2 октября вот здесь на общей дельте даже их не видно этих перевед ну дисбаланс непосредственно вот этот уровень поддержки с 17 45 по 17 30 возьмите на заметку потом у нас получается как раз вот у нижней границы ядра текущего и по 185 вот 175 185 здесь самое самое вот 181 наиболее дисбаланс высокий так почти прошили полностью крикать коридор в массива наиболее ликвидного и как видите вот 8 числа был катализатор для скачка правда сейчас итогового 3 и 5 то есть вполне может быть не импульс на конкретное расширение коридора а непосредственно вполне может быть снять из топорей перед походом на юг будьте внимательны если в понедельник возвращается 178 177 176 котировочка прям так очень лихо и еще с хорошим объемом вполне предсказуемо что это будет как раз прощает прощальный понедельник перед тем как пойти на 17 уровень а то может быть и на 16 поэтому будьте внимателем так если все-таки в уйдут ниже 175 здесь нас ждут 17 05 по 1675 вот этот коридор еще последняя инстанция на предмет поддержки больше там избежать евре к нечему то есть принципе там по объемам но код на плаку всем последняя такая более-менее сессия была 30 сентября 200 тонн сил на этой неделе 120 от силы вот такие события то есть мы как раз у оптимальной цены среди взвешенные по видовую пену и все никак не вернемся к 116 1 15 вполне может быть такая ситуация идем дальше это был фишер когда контракт на пару евро доллар золото на золоте тоже интересная ситуация возьмите на заметочку у нас идет отличная дельта чем причем так ух очень хорошо значит вполне могли выйти продавцы потому что здесь упал открытый интерес дельта на бай позиционирование это и этого события вполне объяснимо но до этого как бы с 28 сентября и по 5 октября вот этот участок отлично рос открытый интерес и отлично показала себя дельта на покупку особенно вот 1 октября при прикупили давайте сделаю кастомайзером более точную оценку здесь по профилю и по дисбалансу значит у нас получается есть я возьму без этого импульса оборот вот именно непосредственно этого массива значит миллион шестьсот пять с половиной тысяч контрактов дельта на стороне байеров и миллион восемьсот если с сессии 28 сентября дельта без изменений а теперь срез по непосредственно дельте так смотрим 1916 даже я бы взял уровень 24 по 14 все вот эти 10 долларов очень прилично проторговали на стороне байера цена час 19 30 и там принципе если будет снижение то еще может на восемнадцать девяносто один и восемнадцать девяносто восемь две цены но этот уровень второстепения чем плотный коридор поддержки которые сформировали как раз у самых максимумов дней вот на это точно стоит обратить внимание это было золото но по сопротивлению еще есть локация сорок девятое и сорок пятая прям 19 49 на 45 очень очень знакомые даты и помимо этого 1931 тоже как бы самый топовый их по но продавцам уровень на шорт и соответственно также стоит на это обратить внимание два дня удар на идут на тридцать первую в общем смотрим без клики если уберу этот мир 4 700 вчера и продолжается активность сегодня правда нулевая но еще не вечер посмотрим даже если будет нулевая уже пробили 1924 это неплохо возвращается обратно в тот же коридор в котором они простояли наверное самого лета двигаемся дальше снп так это мы с одним студентом немножко на рассчитывали сценарий и так нам немножко дату на сместить это текущий контракт без прошлого контракта ядро поиск пиво нас 33 27 и 33 57 ровно 30 долларов это самый ликвидный коридор относительно него стоит ориентироваться потом видов улупить тоже у этих цен и обратите внимание как коварно 6 числа трамп с помощью твиттера представлять твиттера вот этот вот сброс топорей устроил непосредственно по неделе до этого с 28 числа по второе число из пяти сессий четыре были на покупку вот здесь второго числа идет тактический сброс позиций непосредственно вот здесь покупали это 1 и 30 сентября вот хорошим пласт на этой неделе вот понедельник до закупаются и под эту новость идет такой просто отсечка и на следующий же день 7 300 как ни в чем не бывало пробивает максимум предыдущего дня ну в общем вы видите как закрывается пятница объем хоть и падает обороты но в целом достаточно коварно и вроде бы не нельзя обвинить в мошенничестве но слишком часто пользуются политики социальными сетями для манипуляции на рынке открывали позиции очень активно 6 и 7 числа и дальше снижение было не не существенное то есть в принципе они вернули открыт интерес до уровней закрытия прошлой неделе то что открыли потихонечку под конец недели за фиксировали и по покупкам все сессии кроме вот 6 октября все сессии на покупку особенно обратите внимание 5 октября вот там вот катализатор был хороший до этого тоже в понедельник 28 октября был хороший катализатор на май 30 тонн перевес на стороне бояра по текущему контракту мы вышли за максимум контракта это 3420 и уже на 48 долларов выше торгуемся как ни в чем не бывало вот и по уровням поддержки и сопротивления у нас получается все в 2 3 сессии активная которая с ядрами на боевых непосредственно у каждого игра давайте поближе покажу вот ближайшие вот первое которое будет тестировать 3 458 3 4 64 вполне могут пробить поэтому больше надежды на 3429 и 3439 первый блокпост на поддержку и потом идет 3 сессий блокпост вот этот уже надежнее вот эта часть вот эта часть это все байры 3385 3402 это поддержка на намного надежнее так ну в общем под завершение как обещал в бьер на нефтянке и начнем текущий контракт с открытым интересом так помните да что на сель и на на газе натуральном который на амекс там произошла ремерсивная модель и непосредственно здесь как раз вот восьмое и девятое число от рост открытого интереса по бер на этом плече вот нас начали седьмого числа миллион сто пятьдесят шесть и уже миллион двести пять миллион двести шесть тысяч восьмого и миллион триста восемнадцать сегодня вот у нас эти три дня по ликвидности обороты немножко снизились но это вполне объяснимо с 5 октября только байер идут принципе это видны и по котировке то есть набер все за рост и начали уже это покупать семь процентов перевес за день 30 сентября 3 вот здесь вот массив очень внимательно посмотрите буквально только цена ушла день и обратно сразу вернули и уже ниже этого уровня не уходили то есть это вполне такой почерк на крупных участников но они могут три дня падающий рынок покупать ее это принципе им не особо сложно вот такая ситуация в общем все пять дней этой недели на покупку котировка растет открытый интерес особенно последнего дня увеличился по поддержке 42 и 4 но я бы больше ориентировался на поведение непосредственно сель а потом уже принимал решение что происходит на бер то есть открою позиции набер так как открытый интерес и дисбаланс и непосредственно этой бирже происходит есть бенчмарки на которые ориентироваться и участники которые здесь открывают позиции поэтому первую очередь нужно как бы у первоисточника взять информацию и на последнее хочу вот последний рынок показать это пара доллар рубль а непосредственно об очень 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 сильным активным продавцем то есть мы с вами были свидетелями что 80500 была отметка буквально пару недель вернее не пара недель несколько тому дней и обратить внимание какая пошла агрессивная дельта 30 сентября почти четверть миллиона этот уровень до сих пор на этой неделе так и не пробили вот эта активность на диапазоне сейчас скажу вот этот уровень сопротивления возьмите на заметку он в принципе будет для вас как минимум хорошим ориентиром если этот уровень так и не пустят продавцы выше соответственно быть нисходящей динамики три дня идут из них вот вчерашний 190 тонн на продавцы 6 144 тонны дисбаланс и 98 сегодня представьте себе то есть перед выходными все равно тарится хотя ликвидность идет одинаковая то есть обороты одни и те же скорее всего принимает одна и та же организация может быть центробанк я вам ничего не говорил но это еще не все вот в этом всем повествованием есть такой еще инструмент как spot томик на томике обратите внимание то есть когда последний раз такое происходило чтобы на рубле вот здесь буквально там две и потом снова покупки а здесь четыре сессии а то может и 5 до 5 ссори 5 подряд дней на спот томики идет агрессор на продажу 5 подряд сессии товарищи это что-то кому-то надо очень будьте внимательны здесь активировались прям серьезно и очень серьезно соответственно итоговый диапазон 77 55 70 8 10 копеек 70 8 55 70 87 прям очень хорошо и там остаточные уже он 78 75 но сам факт вот этого давлением прям ну как говорится детект от 210 тонн 30 сентября на споте там томики с вами был миша лемок всего хорошего прибыльной недели берегите себя встретимся на следующем обзоре всего хорошего до сна не спадаем а